Всем привет! С вами снова Андрей Белков, фотограф. С февраля 2022 года занимаюсь продажей собственных работ в качестве NFT. Имею достаточно успешную, на мой взгляд, историю продаж. Более 200 моих работ. Сегодня мы с вами продолжаем получать уровень продвинутых знаний и рассматриваем одну из очень важных тем, которая уже поднималась в классе про криптокошельки. Это, соответственно, мошенничество и фейки в NFT. Темы, безусловно, перекликаются, но здесь немножко все построено по-другому, потому что если там, скажем так, мы получаем угрозу откуда-то извне, то здесь мы получаем угрозу изнутри, то есть из того самого сообщества, в котором мы находимся. И тема такая, она животрепещущая, она развивающаяся. Все это приобретает те или иные новые краски, новые способы и так далее. На текущий момент я вот собрал, наверное, самые популярные и те случаи и кейсы, которые, в которых участвовал сам. Я ничего не потерял, слава богу. Вот. Но, тем не менее, это было интересно и, в общем-то, на самом деле одна из любимых моих тем, по чесноку, так сказать, говоря, да. Вот. Потому что эта тема такая, она загадочная, ее надо исследовать, ее надо анализировать, вот. И, в общем, ну, это моя работа по жизни, мне это нравится. Вот. И в конечном итоге, так сказать, понимать, что ты не поддаешься, ты достаточно серьезно защищен, защищен знаниями, защищен опытом, защищен статистикой той же, да. Вот. И так далее. Поэтому давайте погнали. Когда мы разбирали тему криптобезопасности на классе про криптокошельки, я тоже давал первый тезис. Мы начинаем с основного тезиса. Ну, вот. Что тема безопасности как таковая, она, в принципе, очень сильно недооценивается людьми. Люди не уделяют должного внимания всему этому и в результате, так сказать, либо теряют какую-то часть своих активов, либо теряют все активы, которые у них есть. И я всегда говорил и говорю, если вы потеряли свои криптоактивы, то в этом виноваты вы. В этом виноваты, так сказать, ваше доверие, да, незнание и так далее. Поэтому, чтобы на такие вещи не попадаться, необходимо иметь знание, опыт и, собственно, смотреть на то, что происходит вокруг, анализировать это и так далее. И, как я говорил в прошлый раз, включай голову. Люди думают, что их это не коснется по нескольким причинам. Значит, ну, одна из основных причин, да что там мои там 30 долларов, которые болтаются у меня на кошельке, вот, кому они нужны, вот и так далее. Нужны, вот, поверьте мне, да, и, собственно, как у Марины Светаевой, да. Уж сколько их упало в эту бездну, поверьте мне. Также я приводил там свою какую-то статистику. Я видел семь или восемь человек, которые реально потеряли все по собственной невнимательности и потеряли многое, в том числе, и NFT. То есть, не только деньги, но и NFT, которые они покупали, которые были у них, собственно, уже как бы в их валютах, в кошельках, вот. И суммы там были, ну, такие достаточно приличные. Может, для кого-то это мало, для кого-то это много, не знаю, но там, при мне, человек потерял там больше тысячи долларов. Вот. Это тезис номер один, да. Я призываю вас все-таки серьезно к этому относиться, с одной стороны. С другой стороны, конечно, не паранойить. Потому что паранойя – это вещь неправильная, надо быть уверенным в себе, для того, чтобы быть уверенным в себе, надо быть профи. А быть профи – это просто, ну, обладать определенными знаниями, да, которые позволят вам все это очень быстро распознать. Вот. Поэтому никакой паранойи. Просто сидите, просто слушайте, что я вам буду рассказывать. Я за вас уже все проанализировал. Этим с удовольствием с вами делюсь. Вот. И, конечно же, хочу, чтобы никто из вас никогда в подобные ситуации не попадал и не тратил свое время, не тратил свои ресурсы. И, в конечном, счете какие-то свои активы. Поэтому тезис номер два – это мошенники и фейки повсюду. Я думаю, что это абсолютно понятная вещь. То есть, когда мы с вами говорим о том, что до кого волнует мои там 30 долларов, которые есть у меня в кошельке. Но, однако, когда мы приходим, например, на рынок и покупаем какую-нибудь условно капусту, да, которая стоит там какие-то копейки, там 50 рублей за килограмм, да, и, собственно, вас все равно на 100 грамм пытаются обвесить и заработать на этом 5 рублей, да. Вот. Говорит о том, что жадность человеческой границ не знает и, собственно, желание, за желание кого-нибудь обмануть, наверное, отвечает какой-то ген, я не знаю. Вот. Это все очень забавно наблюдать, конечно. Вот. Но при этом везде, где крутятся любые деньги, абсолютно везде всегда найдутся люди, которые, которым интересны даже ваши там 30 долларов и интересно 5 рублей на 100 грамм капусты. Вот. Поэтому просто не надо никому доверять. Вот. Это и по жизни, в обычной жизни это работает, этот тезис, да. То есть, у нас есть какой-то круг доверенных нам друзей, родственников и так далее, да. В конечном счете даже в социальных сетях есть круги доверенных, проверенных людей, которых вы знаете лично, с которыми общались в реальной жизни, с которыми вы общались в виртуальной жизни и знаете виртуально, и понимаете, что это за человек просто по каким-то там косвенным даже признакам, которые у него имеются. Поэтому призываю вас очень внимательно к этому вопросу относиться, потому что можно потерять, еще раз говорю, не только, как мы понимаем уже, криптовалюту, но и, собственно, те NFT, которые вы покупали. Вот. И суммы там могут быть весьма приличные и потом будет очень сложно восстанавливать, ну, не восстанавливать, вернее, делать новый кошелек и так далее. То есть, если вы утратили полный комплект ключей или цифразу, то есть, если вы утратили кошелек, вы его больше не вернете никогда. Об этом мы с вами говорили и вы понимаете теперь уже, что такое крипто кошелек и, собственно, что там можно украсть и как.